Покажи, пожалуйста, где я здесь живу. Расскажи, как вы живёте здесь. Ой-ой-ой. Не стесняйся, пойдём. Вот это большой зал для больших. Ну, вот телевизор в поломатах. Да, гостиная. Гостиная. Тут у нас столовая, тут кульки лежат. Там, ну, как уже поделили, холодильник, микроволновка, чайник и фильтр. А ты умеешь что-нибудь готовить? Нет. Серьёзно, нет? Ну, я кушать не умею готовить. Ну, ладно, хорошо. Ещё покажи комнату. О! Это Коляная комната. Коля, привет. Это наша с Ромой. Да? У вас чистенькая? Да. Вот такие красивые. Вот у Тковы две. Это у Тковы? Две у Тковы? Уриколит. Уриколит. Хорошо, вы уроки делаете? Нет, мы играем. Играете? Да. Ага. Играете? Ну, ладно, не пожалеете. Вот я по математике сделаю. Удачи вам с математикой. А тут Альбина с Настей спят. Только Настя куда-то уехала. У нас очень уютно, очень красиво, здорово. Опачки. Скажи, Настя, на конкурс уехала. Настя куда-то на конкурс. Тут Аня с Аленой спят. Привет. Это Аня или Алена? Аня. Аня, да? Как дела? Хорошо. Хорошо. Очень у вас красиво. Красиво. А это уже маленький зал. Игровая. Да, игровая. Тут и там телевизор смотрят, играют. Скорбак. Может, красиво? Нет, нормально. Нет, может, по телевизору уже не было. Ну, спасибо большое тебе. Покажи еще эту сторону. Это вот как воспитательская. Тут уроки делают. Уроки делают? Да. Хорошо. Воспитатель там что-то пишут. Это вот девчачий тюрьм. Только слабо-то тут. И душ. И душ девчачий. Вот. Это Вальчуковский душ. Да. Вот, красиво. И Вальчуковский туалет. Ну, хорошо. Как это называется? А здесь прачечная. Нет, это не прачечная. Тут сушилка. Это, ну, стиральная. И стиральная лошейка. Кладо... Гладильная. Гладильная. Я же знала, что ты маленький, да? Ты же знаешь? Да. Да, я пошутила. А здесь ваши вещи. А это, это кладовка. Тут вещи. Обувь. Тут эту... И что, вы тут на самках катаетесь? Да. Ну, это не самки, как недянки. Недянки, да? Вот. Потом. Вот. Короче, все хозяйство показало. Сейчас все секреты наши раскроешь, что даже. Максим, все показал. Молодец, спасибо тебе, Максим. А еще там? Идем туда. И дальше что? И дальше это прикошка. Мне у вас нравится. Спасибо большое за экскурсию. Спасибо. Расскажите, как называется ваш центр? Какая у него история? То есть, что раньше он был детский? Значит, про историю. Коммунально-государственное учреждение, областной центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Село Сандыктау, управление образования Акмолинской области. Значит, создан этот центр на базе бывшего Сандыктауского детского дома. История Сандыктауского детского дома, она насчитывает уже более ста лет. По истории детского дома можно проследить историю нашей всей страны, в том числе и Советского Союза. 8 февраля 2019 года вышло постановление областного акимата Акмолинской области о ликвидации детского дома. И было принято решение 22 мая 2019 года на базе этого детского дома создать областной центр поддержки детей, находящийся в трудной жизненной ситуации. Потому что материальная база очень хорошая. И здесь созданы все условия для развития и проживания, воспитания детей. Предметом деятельности нашего центра является оказание комплекса социальных услуг, таких как социально-педагогические, социально-психологические, социально-медицинские, трудовые и так далее. В центре находятся дети от 3 до 18 лет. Социальные услуги получают такие категории детей, как дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей по каким-либо причинам, дети беспризорные, безнадзорные до установления их законных представителей, дети с девиантным поведением, дети, направляемые в специальные организации, дети, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации из-за жестокого обращения, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, которые самостоятельно и семьи, дети семьи, эту ситуацию преодолеть не могут. И они, получается, на это время, пока они решаются проблемные вопросы их семьи, эти дети находятся вот у нас. У нас, получается, задача вот этого центра – это работа социальных служб, это работа службы сопровождения кровной семьи, службы сопровождения замещающей или приемных семей. Это означает, если там, допустим, семья находится в какой-то тяжелой жизненной ситуации, детей определяют к нам, мы начинаем выяснять проблемы этой семьи, какую помощь им нужно оказать или необходимо оказать для решения их проблем, с какой целью, с той целью, чтобы этих детей вернуть обратно в кровную семью. Вот вообще главная задача центра – это поработать с семьей для того, чтобы ребенок вернулся в кровную семью. Если не получается разрешить проблему этой семьи, тогда служба сопровождения приемных или замещающих семей подыскивает приемную семью. Но вначале отрабатывается вопрос с близкими родственниками. Близкие родственники, дальние родственники. Но вообще цель какая, чтобы к родным дети ушли, если не могут вернуться в кровную семью. Вот так. И если с родственниками вопрос отработан, и нет возможности их вернуть, вот тогда начинаем работать с приемными схемами, с кандидатами. С кандидатами, скажем так, которые желают принять к себе на воспитание ребенка. Работа такая, я считаю, благородная, ответственная, потому что тут получается и судьба. Ты как бы отвечаешь за судьбу из жизни ребенка, да, и семьи. Или кровную, или вот туда, куда этот ребенок попадет. Вот. Пока мисс дети находятся у нас, вот для их развития условия, я считаю, созданы на сегодняшний день очень хорошие. У нас крепкая материальная база, да. Вот все есть, вот все возможности для развития. И дети, пока мисс находятся у нас в это время, они получаются, не только принимают от нас услуги. Ну, то есть, если ребенок попал, мы сначала полностью проводим медобследование, да, чтобы узнать состояние здоровья. Если требуется какая-то потребность, вот, в выздоровлении, да, в лечении, мы это лечение проводим, значит, по направлениям ездят, куда надо, назначение выполняют, вот так. Теперь, в основной проблемой детей, которые у нас, это пробелы в учебной деятельности, в знаниях. И, находясь у нас, они получают возможность, вот эти пробелы, да, насколько это возможно, ликвидировать, учебу подтянуть. Да. Учебу подтянуть. Это тоже, скажем, немаловажно. Это немаловажно, потому что многие, например, учатся в третьем классе, буквы не знают, да, он старшеклассник, таблицу умножения не знает, читает по слогам. Эта задача тоже такая вот сложноватая. Это вот второе. И третье, что я считаю самое главное, находясь здесь, они могут поверить в свои силы, да, познать свои способности, да, распознать свои таланты. Потому что у нас здесь работают кружки-секции по 13 направлениям, вот. И в неучебное время у нас все дети вот расходятся по вот этим кружкам. И вот, например, вот как Максим вам говорил, или нет, или Кирилл, кто говорил, я рисую. Да. Вот, я хожу, я рисую. Вот, допустим, они не просто, педагог дополнительного образования, и не просто их учат рисовать. Она участвует с этими детьми в различных конкурсах на различных уровнях. И областные, и международные, республиканские, и международные. И представляете, вот, допустим, актовый зал, у нас какое-то мероприятие, да, сидят все дети, и этому ребеночку вручается, его вызывают, и вручают диплом первой степени. То есть вот не кому-то, а вот ему диплом первой степени. Во-первых, он сам как-то окрыляется, да, расправляется, и он звездочка, да, он, у него успех, и он вот верит в этот успех, он уже как бы как встрепенулся, ему уже самому интересно, да. Так это обожидается. Вот, вот это, да, вот это самое главное. И что это дети начинают понимать, что вот они что-то могут, да, они могут добиться успеха, и у них есть награды. Это вообще... Это мне слышно, что им нравится IT, спорт им нравится, то есть каждый найдет себя в этом. Да, у нас компьютерный класс, компьютера подключены к интернету, то есть есть вот доступ, занимаются, и дистанционка, библиотека у нас, вот наша гордость, это наша библиотека. Вот, там собрана вот как раз литература для детей по их интересам, да, в помощь к учебной деятельности у нас все энциклопедии, вот современные собраны, вот, и по предметам, и так для общего расширения кругозора, вот, можно посмотреть. А в целом, как у них между собой отношения? Кто-то приходит на небольшой срок, а кто-то на полгода? А я вот тут по поводу вот этих взаимоотношений. Вот живут дети у нас группами семейного типа, да. Мы здесь их уже по привычке называем семьи. Вот новому человеку оно как бы не всегда понятно, что такое семья, да, как это семья. Но вот у нас группы семейного типа, то есть дети там разновозрастные. Если приходит ребенок с одной семьи, их четверо, например, одному три года, старшему 17, там, среднему 15, они все попадают в одну семью. Они попадают в одну семью, мы и так и говорим, вот вы живете в семье, значит, вы друг за друга несете ответственность. У них в семье, как вот в обычной семье, распределяются обязанности, да, это чтобы вот эти семейные ценности, скажем так, не отрывались от дома, они же вне дома, а как-то вот их поддерживать, развивать и воспитывать. Вот, и вы за свою семью несете тоже ответственность, да. И каждый к своей семье относится трепетно. А раз мы одна семья, а в целом центр – это, получается, большая семья, то, как и в любой семье, у нас есть все, да. Мы и смеемся, мы и веселимся, мы и ругаемся, мы и спорим, да. Но все это разрешается у нас, скажем так, в семейном кругу, да, на основе компромиссов. В конце недели, ну это, как обычно, воскресенье, у нас семейный совет. Семейный совет, где подводятся итоги. Главная у нас работа – это учеба, да, где подводятся итоги, что хорошо, что плохо, какие проблемы, что нужно, да, и так далее. А в конце еще у нас семейного совета или собрания есть рубрика «Я хочу сказать». Вот, вот эта рубрика «Я хочу сказать». Нет, у ребенка есть возможность сказать то, с чем он недоволен, с чем он не согласен, да. Поставить вопрос о решении какой-то проблемы, может, где-то каких-то межличностных отношений, вот выяснить, выяснить сразу. Вот, семья, вот давайте решать вот эту проблему, почему так, а не иначе. Добрый день, как дела? Добрый день. Ой, можно маленькое интервью? Пожалуйста, маленькое интервью. У вас, я хотела спросить, сколько картофеля нужно в день чистить, чтобы накормить ребят? В зависимости от количества детей. Рассчитываем по продуктам, по килограммам, да, выдают нам, рассчитывая детям, сестра. Все, у нас есть вот овощечистки, используем все новые, все, оборудование. Да. Картофеля чистка, ну, мы как бы не сильно много, мы устраиваемся руками, чтобы так удобнее, как бы по старинке. Да, 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 да. Ну, приходится, наверное, полмешка в день. Ну, нету. Ну, да, в принципе, по количеству детей, да, оно меняется у нас, потому что центр поддержки, и постоянно количество детей меняется. Поэтому изо дня в день может быть разное, даже плюс-минус 10. Ребята не капризничают по еде? Нет, все молодцы. А вот здесь находится суточная норма, и все это готовят заранее. Суточная, выдаются продукты на завтрашний день. Да, вы уже все распределяете меню, крупы, и все на свете. Супер. Знаете, я хочу отметить у вас все так прям аккуратно, все по полочкам.